Технополис Эра предназначен для инженеров и исследователей, занимающихся созданием военной техники нового поколения. Сюда прибыло 79 солдат осеннего призыва. Пройдя курс молодого бойца на одной из подготовительных баз, ребята приехали в Анапу на постоянное место службы. Теперь в течение года им предстоит не только применить свои знания, умения и навыки, но и получить новые. Ваш труд, ваше знание, которое вы здесь получите, вы претворили не только в обороноспособных нашей страны, но и на мирное дело. Обязательное условие для срочных военнослужащих – это наличие высшего образования. Самым молодым оператором, именно так называют вновь прибывших, 24 года. Ребята отбирают по особым критериям. Нужно не только обладать базовыми знаниями, но и иметь опыт в научно-исследовательской деятельности. Конкурс на службу ВЭРИ составляет порядка 8 человек на место. Егор Кривенко призывался из Уфы, окончил Уфимский государственный нефтеперерабатывающий технический университет. Там же в учебном заведении деканат предложил ему срочную службу в ВЭРИ. Заявку одобрили. Теперь он не просто солдат, он оператор 4-й научной роты. Я с раннего детства хотел служить в армии и думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что мои мозги помогут в развитии нашей страны. Поэтому решил попробовать пройти конкурс, подал заявку на сайте, отправил резюме. Со мной было проведено онлайн-собеседование и, видимо, командиры решили, что я достоин, буду стараться поддерживать полученный ареномем. А вот Тарас Давиденко служит в Технополисе более полугода. Призывался в Санкт-Петербурге. По факту он стал участником исторического события, попал в состав первого призыва и своими знаниями, в том числе, дал старт работе Эры. С первых дней нас стали привлекать к тому, чтобы принимать оборудование вновь приходящее. Ну, соответственно, мы вводим его в эксплуатацию, разбираемся в том, как оно работает, записываем какие-то наработки для будущих призывов, чтобы людям было легче потом влиться. Ну, собственно, сегодня мы в свои ряды приняли еще один призыв и их как можно быстрее будем вводить в работу, чтобы они нам помогали. Часть призывников первого призыва уже демобилизовалась, но двое выпускников остались в Эре, теперь уже в качестве сотрудников. Армен Есаян, родом из Тимошевска, в научную роту попал после окончания Ростовского государственного университета путей сообщения. Теперь будет трудиться техникам во второй испытательной лаборатории – энергетики и технологии аппаратов и машин. Здесь изучают свойства топлива – от обычного автомобильного до высокотехнологичного, которого используют при запуске ракет. Первые рабочие дни у меня, но в частности это будут процессы по более энергоэффективному сгоранию топлива, и по более износостойким маслам в таком ключе будут проводиться испытания. Технополис Эра начал свою работу 1 марта 2018 года. Вместе с новым призывом сейчас здесь проходит служба 160 операторов-срочников. Работа комплекса идет полным ходом. Заданы научные направления. Исследованиями занимаются четыре научных роты. Но в скором будущем базу ждут серьезные изменения в инфраструктуре. Количество научных рот будет увеличиваться. Уже есть решение министра обороны о создании пятой научной роты. Сейчас будут проводиться строительные работы второй очереди. И по их завершению количество научных рот будет увеличено до десяти. Соответственно, это будет такой большой кулак в научном прогрессе. Поэтому планируем дальше развиваться вместе с Технополисом. Самые востребованные специальности в Эре – это программное обеспечение, робототехника и биотехнологии. Разместить личную анкету и принять участие в отборе можно на сайте Технополиса Эра.